Дорогие друзья, это программа «Лучшее в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Сегодня речь в нашей программе пойдет о том, о чем мы все с вами должны задуматься после того, как окончательно, повторюсь, окончательно заканчиваются праздники. О правильном и здоровом питании. Вы узнаете, кто у нас сегодня будет в гостях сразу после того, как посмотрите первый наш сюжет. Мы начинаем? Поехали! О плюсах малоэтажного строительства в нашем городе знают далеко не все, а ведь их немало. Давайте прямо сейчас подробно об этом поговорим. Один из плюсов – не придется долго ждать окончания строительства. Очевидно, что чем меньше этажей, тем быстрее сдача в эксплуатацию. Например, срок строительства такого дома не более года. Дом кирпичный, надежный, а главное, построен по самым современным стандартам. К плюсам также относится индивидуальная котельная. Вы буквально сможете сами определять, когда начинать и заканчивать отопительный сезон. И это существенно сэкономит ваши средства. Конечно, стоит обратить внимание не только на дом. Наличие 240 парковочных мест гарантирует вам беспроблемную парковку. А благоустроенные детские и спортивные площадки позволят проводить время на свежем воздухе с удовольствием и пользой. Не забывайте, что приобретение квартиры – это не только необходимость, но и выгодная инвестиция. Тем более, что страховка при строительстве по 214-му федеральному закону обеспечивает ваши инвестиции надежными гарантиями. Жилой комплекс «Добрый» – это 11 трехэтажных домов, закрытая территория с собственной инфраструктурой, парковочные места, детские и спортивные площадки. Жилой комплекс «Добрый». Звоните. 8 800 250 90 79. Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня главный диетолог края Лейла Марселевна Кадырова. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вообще праздники, которые закончились уже, но для некоторых и продолжаются, как вообще праздники сказываются на процессе набора веса? Ну, я вам хочу сказать, вы правы. Праздники принесли не только положительные эмоции, а очень большому количеству людей принесли лишние килограммы, ну, либо обострение хронических болезней. То есть это все не шутки, это прям тенденция, да? Это на самом деле так. На самом деле так. Две недели лежания перед телевизором, поедание салатов, поедание чего-то там, холота, оливье и так далее, они не могли бы сказаться. Это прям, пока вы перечисляли, прям вспоминаю, прям дух праздников почувствовался. Слюнки капают, да, слюнки капают. Да, почувствовался. И так бывает только с новогодними праздниками или вот, допустим, в мае мы тоже много отдыхаем, и некоторые уже начали готовиться к майским праздникам. Или там все-таки больше активного отдыха? Нет, я считаю, что все-таки в майские праздники больше активного отдыха. Люди выезжают на природу, едут на дачу, помимо шелока копают грядки и, в общем-то, меньше намного набор веса идет. А в новогодние как-то? Ну, во-первых, новогодние праздники, все-таки они же зимой, вот, а зимой всегда чисто физиологически человеку свойственно запасать лишний жирочек. Про запас. Ну, как мишка в норке. То есть мы вот со звоном бокалов и с фразой «С Новым годом, друзья!» начинаем с запаса. Начинаем с запаса, да. И потом уже... А потом пытаемся, спустя две недели, начинаем пытаться с ними бороться. Дорогие друзья, сейчас мы посмотрим с вами наш следующий сюжет, но вы уже поняли, о чем пойдет сегодня речь, о правильном питании. Смотрим сюжет, потом продолжим. Важность занятий спортом неоспорима, но когда на это не хватает времени, на помощь приходят современные технологии. ЕМС – тренировки. Расшифровывается эта аббревиатура как электромиостимуляция. То есть тренажер с помощью электрических импульсов более качественно прорабатывает ваши мышцы во время выполнения упражнений. Ни позвоночник, ни суставы при этом не испытывают лишней нагрузки, что делает тренировку абсолютно безопасной. К тому же вы существенно экономите свое время. Тренировки фитинго очень высокоинтенсивны и длятся от 20 до 25 минут, что равносильно трехчасовой тренировке в тренажерном зале. С помощью ЕМС-тренировок можно развить силу и выносливость, увеличить скорость и мышечную массу, корректировать фигуру, снизить вес и даже избавиться от болей в спине, шее и тяжести в ногах. Высокополифицированный тренер поможет подобрать программу тренировок именно для вас. ЕМС-тренировка мне очень понравилась. За 20 минут я почувствовала те группы мышц, которые я вообще не чувствовала, занимаясь в спортзале. После тренировки мне включили лимфодренажный массаж. То есть я устала очень сильно и расслабилась одновременно. То есть я полна бодрости, полна сил идти дальше, заниматься своими делами. Спорт, кстати, можно совмещать с заботой о своем внешнем виде. После тренировки вам предложат посетить солярий, сделать маникюр или воспользоваться услугами косметолога. Занимайтесь спортом в студии персонального фитнеса Fit&Go. ЕМС-тренировки – это ваша возможность заботиться о своем здоровье и экономить свое время. Студия персонального фитнеса Fit&Go. Телефон 8-918-982-0982. Друзья мои, разговариваем мы сегодня в программе «Лучшее в Краснодаре» о правильном и здоровом питании. Что такое правильное и здоровое питание? В принципе, вот вы как диетолог, ответьте, пожалуйста. Ну, это вообще сложный вопрос. И так, однозначно, на него ответить, наверное, нельзя. С чего бы я начинала? Я начинала бы с режима. К сожалению, это глобальная проблема основного массы человечества, наших людей. Мы без режима питаемся. Утром пьем чашку кофе, в лучшем случае, называйте. Бежим на работу, там нам некогда. Вечером приходим, холодильник открываем. А тут есть когда-то. И с холодильника все, со всех полок подряд мы все едим. И все это с утра приводит к тому же, о чем мы с вами говорим, к избыточной массе тела, к ожирению, ко всем прочим проблемам. То есть, первое, в правильном питании даже не продукты, а режим. Второе, это я бы, честно говоря, выделила завтрак. Потому что завтрак чаще всего пропускается, считается, что это незначимый прием пищи. А для здоровья, вообще для обменных процессов, завтрак – это важнейший прием пищи. Кое-кто пропускает. Пропускать нельзя, потому что все обменные процессы запускаются именно завтра. Не пропускаем завтрак. Если он отсутствует, то обменные процессы снижаются. И каждый следующий прием пищи организм рассчитывает запасти разопас. Сделать какие-то стратегические запасы. В плане продуктов, я сторонник сезонных продуктов. Я не сторонник, так скажем, в зиму питаться клубникой, где-то выращивания, непонятно как. То есть, есть вполне наши нормальные обычные продукты. Сезонными можно пользоваться. И вполне себе. Получать себе удовольствие, да, и вполне вести здоровый образ жизни. То есть, правильное питание, ну, скажем так, в общем, понятное дело, что это очень сложный вопрос, да. Ну, в общем, это первое – режим. Второе – это… Завтрак. 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 То есть, режим, кратность приема пищи – это завтрак. Это по возможности не нужно пропускать приемы пищи. То есть, длительные промежутки между приемом пищи быть не должны. Тоже запасаться будет. Тоже будет запасаться. И в плане ужина, ну, часто спрашивают, да, ужин там до шести, после шести называется. Ну, мы все ведем разный образ жизни. То есть, смотря, когда вы ложитесь спать. Да, если ты ложишься в два, то, понятное дело, если ты не ешь шести, ты будешь уже до двух часов очень плохо себя чувствовать. Уже будешь плохо себя чувствовать. Вот поэтому считается, что за два-три часа до сна. То есть, если вы ложитесь в девять вечера, то, да, ваш ужин в шесть. Если вы ложитесь в 12 часов ночи, то в девять часов вы можете вполне еще, ну, легко поужинать, это будет вполне нормально и допустим. Сейчас смотрим наш следующий сюжет, а потом узнаем одну очень важную вещь, но я вам не скажу, какую. Смотрите сюжет. Смотрим. В вашей жизни намечается важное событие – свадьба, день рождения или корпоратив – самое время подобрать подходящий ресторан. Чтобы любое торжество прошло идеально, вам наверняка подойдет ресторанный комплекс, расположенный прямо на берегу озера. В таком месте ваши гости будут чувствовать себя комфортно, наслаждаясь прекрасным видом. Если вы ожидаете много гостей, то банкетный зал на 450 мест – как раз то, что вам нужно. Его богатый интерьер и безупречное обслуживание сделают вечер незабываемым. Другой зал, расположенный на первом этаже, подойдет для компаний поменьше – до 100 посетителей. Стильный дизайн, приятная теплая атмосфера порадует самого требовательного гостя. Одна из особенностей нового ресторана – просторная веранда. Она расположена так, что у посетителей будет прекрасная возможность провести вечер за столиком прямо на берегу озера. Кроме того, ресторан порадует гостей собственной парковкой на 80 автомобилей. И еще – все это находится в самом центре города. Роскошные залы ресторанного комплекса «Ривьера» на 450 и 100 мест идеально подойдут для торжества любого уровня. Безупречная русская, европейская и кавказская кухни, собственная большая парковка и живописный вид на озеро. Ресторанный комплекс «Ривьера», Дмитриевская дамба, 8. Друзья мои, сегодня программа «Лучшая в Краснодаре» посвящена всецело правильному питанию. Итак, продолжаем мы говорить о том, как правильно питаться, как неправильно питаться. В чем основная ошибка, которую совершают люди в питании? Ну, про режим мы проговорили у нас с вами. То есть поздняя еда – ошибка, и отсутствие утреннего приема пищи – это ошибка. В чем еще ошибка? Я считаю, что мы мало пьем воды. Вот, мало пьем воды. Водный режим, к сожалению, он чаще всего нарушается. Нам некогда, мы бежим, мы торопимся, у нас работа, у нас компьютер и так далее. Сколько нужно? Сколько нужно. Вот это вот такой вопрос всех вопросов. Глобальный вопрос. Рекомендации массовые. Кто-то в интернете смотрит там 3 литра, кто 5 литров, кто 2 литра. То есть совершенно какие-то разные рекомендации. Причем 5 литров – это нужно прям потратить приличное количество времени. Ну, если говорить о медицинских нормах, так скажем, и догмах, да, то считается совершенно просто 30 миллилитров на килограмм вашей массы тела. То есть не вообще чьи-то абстрактные, а на вашу массу тела. Вот и считайте, вакууме 50 килограмм, допустим, 30 умножили, да. Вот 1,5 литра – это общий суточный объем воды, которую вы должны потребить. Ну, это всей жидкости, да? Это всей жидкости. То есть нужно понимать, что порядка, ну, 500-600 миллилитров содержится, например, в яблоках, грушах, в кефире, который вы пьете, в борще, который вы кушаете, из продукта. То есть, друзья мои, если вы вдруг рассчитали себе 30 миллилитров на каждый килограмм, да, вашей массы тела, и у вас получилось определенное количество, это не значит, что это только вода. Это любая жидкость, которую тоже нужно учитывать. Примерно 600, да. А если говорить вот о чистой воде, о простой обычной воде, я говорила бы, ну, о объеме, ну, не больше литра в сутки. То есть 3-4 стакана, да, но они должны быть обязательны. Вот, к сожалению, мы про них очень часто забываем. Почему? Зачем? В чем необходимость? Ну, вода, вода – это вообще источник жизни, да, собственно говоря. Естественно, она источник жизни была раньше, она и для нас источник жизни. Но я вот по себе скажу, что мне кажется, что 4 стакана просто воды – это достаточно большое количество. Нет, если вы будете пить их залпом, насильно себя, так скажем, заливать, да, это будет много. А если вы будете по глоточку, раз глоточек, два глоточка, постепенно, понемножку, это будет очень хорошо. Считается, что вообще после каждого похода в туалет желательно, так скажем, выпить немножечко воды. Есть такое правило. А, восполнить, собственно. Восполнить, да, восполнить, так скажем, свою потерю, Восполнить обычной водой Ну и вода, честно говоря Качество воды, я бы еще обращала на это внимание Вода должна быть хорошая и качественная Каким образом Нам убедиться в том, что вода хорошая и качественная? Ну, наверное, верить производителям На слово, да, в общем-то, нам дно, что мы с вами Остается другого, наверное, больше ничего Ну, потому что воду из-под франа, конечно Не очень желательно употреблять, если у вас не стоят Хорошие фильтры Друзья, не забывайте пить воду Не увлекайтесь особо сильно Не надо, не стоит Но около литра воды в день Должно быть Все непременно Это уже первые шаги к правильному и здоровому питанию Смотрим наш следующий сюжет Потом продолжим Максим и Анастасия выбирали квартиру Не один месяц Наконец, приобрели жилье в совершенно новом микрорайоне В отличие от многих предложений Здесь они увидели сразу несколько плюсов Например, для молодой семьи были важны Детские спортивные и игровые площадки в каждом дворе А появление детских садов, школы и поликлиники в шаговой доступности Сделает жизнь в таком микрорайоне еще более привлекательной Мне кажется, новый район построен более современно И продуман во всех отношениях Да и сами дома выглядят солидно Сразу видно, построено качественно и надежно Действительно, монолит-кирпич с улучшенной звукой и теплоизоляцией Делают жизнь в квартире комфортнее И позволяют значительно экономить ваши средства на отоплении и электроэнергии А керамический кирпич, использующийся при строительстве Придаёт дому эстетически привлекательный внешний вид Но и на этом плюсы не заканчиваются Лично меня порадовало большое количество парковочных мест Что очень удобно Да и в пробках по дороге стоять не приходится Что тоже немаловлажно Просторные квартиры в таком микрорайоне От 46 до 83 квадратных метров Так что любая семья найдёт себе подходящую В микрорайоне Казанский Квартиры за 7700 в месяц Неземная выгода Надо брать Добро пожаловать Подробности по телефону 243-28-28 Лила Марсельевна, скажите, пожалуйста В плане диет Человек хочет правильно питаться Придумывает себе какую-то диету Может ли человек сам, не обладая особыми знаниями По своим ощущениям Придумать себе диету, которая будет работать? Я думаю, может Если это взрослый адекватный человек Наполадающий определенной информацией, наверное, может Но я хочу еще раз подчеркнуть Что диета Вернее, как скажем, правильное питание Это не диета Это образ жизни Это образ жизни И нужно понимать, что Коль вы пытаетесь правильно питаться То это должно быть так Так скажем, скомпоновано наше питание Чтобы вы максимально долго могли придерживаться такого рациона Ну, мы сейчас говорим вот о таких моментах Как прошли праздники Прошел день рождения Мы ведь все прекрасно знаем Что многие после праздников Говорят, что А, надо что-то присесть на диету, конечно Надо, надо, надо И начинают, собственно Ну, это таков дать наш российский менталитет Как это сказать Села на диету Посидела-посидела Потом слезла Ну, а что дальше, неизвестно То есть я категорический противник Вообще радикально Здесь есть монодиеты Там какие-то гречневые Там, не знаю, уксусные Яблочные И так далее Почему? Это нецелесообразно И это всегда колоссальный стресс для организма Вот колоссальный Сколько вы можете лично просидеть Вот только на одной гречке Долго? Нет, а Бывают такие, да, диеты? Вот только одна гречка? Бывают, да То есть любая монодиета Вы можете взять любой продукт Искать У меня там яблочная диета Я ем только яблоки У меня там, не знаю, какая-нибудь Грибфрутовая диета Ем только грибфрутовая И так далее То есть любая монодиета Она заведомо ущербна Потому что, ну, во-первых, она Вот есть еще у меня, например, там Ресторанная диета Да, я ем только в ресторане Ну, есть ресторанная диета Есть рабочая диета Рабочая Ем только на работе, да То есть поэтому придумать можно Все, что угодно В общем, если вы Собираетесь принимать Только один продукт Сразу нет Сразу нет Однозначно нет Потому что вы очень резко Обкрадываете свой организм Организму нужно все Нужен баланс Питание должно быть Рациональным и сбалансированным А так получается То есть если нет Полноценного набора Белков, жиров и углеводов То, соответственно Вы и этого И недополучаете А потом в итоге Начинают страдать Сыпаться волосы Ручатся зубы Портятся ногти Ну и так далее Да, а вы такая худенькая Красивая перед зеркалом А вы такая худенькая Красивая перед зеркалом Даже не знаю, что мне нужнее Моя фигура или мои волосы Может, уже интереснее В общем, монодиета нет Нет, однозначно Диета Это скорее Это скорее предписание врача Вы очень правильно Подметили Что действительно Диета Это врачебное назначение То есть это посущее лечение Это лечебное питание Вот в переводе В древних языках Диета Это лечебное питание И так скажем Вот к нашему здоровому Образу жизни Слово диета Не совсем подходит Для нас это образ жизни А диету назначает Врач, пациенту После того Поставил ему диагноз Провел все обследования То есть тогда Конкретно пациенту Назначается диета И назначается На определенный промежуток времени Не по жизни После этого Пациент опять же возвращается Опять приходит к доктору Рассказывает жалобы Проходит обследование Доктор понимает Да Например, была язвенная болезнь желудка Да, язва зарубцевалась Все хорошо И мы можем пациента Постепенно переведить Уже на здоровое Рациональное питание Друзья мои Если вдруг Вы решили Сесть на диету То сначала Вы узнаете Необходима ли она вам Нужна ли она вам Это будет правильно Сходите к врачу Сходите к специалисту Совершенно верно А сейчас Прямо сейчас Не меняйте свое положение Смотрите наш следующий сюжет Смотрим В эфире рубрика В которой мы проверяем Советы из интернета И вот совет Который обещает быть Очень простым И очень полезным Смотрим Совет говорит нам о том Что если вдруг У нас не оказалось Под рукой Пальчиковой батарейки А оказалось Мизинчиковой Ничего страшного Конечно многие скажут Что просто Пойти себе В магазин Купить мизинчиковую батарейку Но Если это происходит Например ночь И у вашего ребенка У любимой игрушки Сели батарейки И вот этот самый динозавр Ничего не делает Не хочет Не работает За батарейками идти далеко Что делать Надо спасать Спасать динозавра И свои собственные нервы Вы нашли Мизинчиковую батарейку Но в динозавре Как известно Как говорят многие Палеонтологи Динозавры Работают на пальчиковых Это не проблема Теперь Это не проблема Проблема Это шурупчик В динозавре Который по-моему Метровый Выкручиваем шурупчик В этот момент Ваш ребенок Просит вернуть К жизни Его любимую игрушку А вы Делаете из себя Супергероя Смотрим Что у нас В динозаврике И да В динозаврике Оказались Лишняя деталь Оказались Самые настоящие Пальчиковые батарейки Извлекаем Одну из них Извлекаем Все-таки Одну из них Она не работает У нас есть Мизинчиковая батарейка Что у нас есть У нас есть Мизинчиковая батарейка Фольга Ножницы Отвертка Плачущий ребенок Который ждет Свою игрушку Отрезаем Часть Очень шуршащей Фольги И аккуратненько Сворачиваем Сворачиваем Так Чтобы Не осталось Зазора Как бы Продлеваем Мизинчиковую батарею Продлеваем И продлеваем Пробуем Подходит Не подходит В общем На первый взгляд Совсем не подошло Конечно Многие сейчас скажут Что ну как так Пальчиковой батарейки Не оказалось Мизинчиковой оказалось Но Во многих пультах Кстати Мизинчиковые батарейки И вы можете пожертвовать Ради ребенка Переключением Каналов с расстояния И вспомнить Дорогие Всем нам Восьмидесятые годы Так Вставляем Вставляем Батарейку Аккуратненько В общем-то Сделали как Как написано Закрываем Динозавра Динозавр Закрывайся Закрываем Динозавра И проверяем Прямо как настоящий Прямо как настоящий Работает С мизинчиковой батарейкой Ну а что удивляться Вольтаж тот же самый Фольгой мы ее Чуть-чуть продлили Ребенок Счастлив Вы Счастливы Идете смотреть Телевизор А так как достали Батарейки из пульта От телевизора Идете смотреть Лучшее в Краснодаре И не переключаетесь Совет работает Игрушка спасена В следующий раз Узнаем что-нибудь Еще интересного Ну ты куда? Ну ты куда пошел? Дорогие друзья Наша сегодняшняя программа Подходит к своему Логическому завершению В гостях у нас сегодня Был главный диетолог Края Лейла Марсельевна Кадырова И вот она Прямо сейчас Как главный диетолог Пожелает вам Чего-нибудь хорошего? Что может пожелать доктор? Доктор может пожелать здоровья В первую очередь А доктор диетолог Может пожелать Ну максимально Приблизить свое питание К здоровому питанию К сбалансированному К рациональному И к тому питанию Которое приносило бы вам Удовольствие Давало бы вам Долголетие Силы работать Любить, жить В общем, чтобы все у вас было хорошо Всем удачи Пока Субтитры подогнал «Симон»